МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый четвертый ребенок подвергается насилию в семье. Каждый день в милицию поступает около 50 сигналов о семейных конфликтах. Статистика зачастую это всего вершина айсберга. Сегодня говорим о насилии в семье. Бьет не значит любит. Сегодня это главная тема. Мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, гости программы. Старший помощник прокурора Гомельской области по надзору за исполнением законодательства о профилактике преступлений и иных правонарушений Татьяна Жизневская. АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна Викторовна, здравствуйте. Милости просим. Заметитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского обл. сполкома Владимир Канунников. Владимир Владимирович, милости просим. Семейный психолог, наш постоянный эксперт программы Евгения Башкинцева. Евгения Семеновна, рад видеть. И начальник управления социальной поддержки населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского обл. сполкома Галина Мороз. Галина Владимировна, здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, уважаемые гости, начнем со статистики. Каждое второе убийство в регионе совершается в сфере семейно-бытовых отношений. Все верно, Татьяна Викторовна? Да, абсолютно все верно. В текущем году на территории Гомельской области каждое второе убийство и каждый третий факт умышленного причинения тяжких телесных повреждений совершены в сфере семейно-бытовых отношений. Каждое второе сообщение в органы внутренних дел это сообщение о конфликтах, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений. Что касается в общем статистики, в текущем году возбуждено 118 уголовных дел по фактам применения насилия в сфере семейно-бытовых отношений в общем. В прошлом году, за весь прошлый 2017 год, их было 373. То есть сами цифры говорят за себя. Основная часть таких преступлений, конечно, преступления превентивной направленности. Здесь хочу особо выразить благодарность органам прокуратуры, которые сюда идут на встречу. Дело в том, что такие преступления в основном по законодательству действующему возбуждаются по заявлению лица пострадавшего от такого преступления и могут быть прекращены при отсутствии заявлений либо в связи с примирением лица, который пострадал от насилия. Как чаще всего и бывает. Совершенно верно. В то же время, если такие уголовные дела либо административный процесс начинается по инициативе органов прокуратуры, то такие дела уже, как правило, не подлежат примирению в суде. Поэтому, конечно же, для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности либо к административной ответственности человека, совершившего правонарушение, такой путь более для нас предпочтительный. Безусловно, тема не просто серьезная, она сложная. Не знаю, получится ли нам разобраться в том, в чем пытаются специалистами годами расставить точки над «и». И все же, Евгения Семеновна, о чем эти звоночки? Что пошло наперекосяк в отношениях к семейной жизни? Ведь, подчеркну, речь о конфликтах среди родных и близких людей. Причем о конфликтах зачастую с летальным исходом. Да дело, наверное, в том, что вообще институт семьи находится в очень глубоком кризисе. И ценность каждого члена семьи, к сожалению, стала намного ниже, чем ценность материальная или ценность социальная. Мы проще стали относиться к семьяной жизни? Проще, да. Проще стали относиться к боли, к слезам, к обиде, к угрозе. Мы стали более жестокими? Да нет, мы просто стали более легкомысленными. Мы стали больше слушать слова, чем видеть за ними перспективу тяжелых последствий. Как влиять на ситуацию? Ведь ваш ответ, это, конечно, не просто повод задуматься. Конечно, но здесь речь уже пойдет не только о тех людях, которые по долгу службы должны этим заниматься. И органы правопорядка делают немало, и органы образования, и органы здравоохранения делают очень большую, серьезную работу. Но здесь, наверное, наше современное белорусское общество стало перед глобальной задачей быть неравнодушным к тому, кто ходит рядом, кто живет на соседней площадке, кто живет в соседнем подъезде, кто вместе с твоим ребенком ходит в школу, в детский садик, в поликлинику. В общем, быть людьми, и это очень важно. Татьяна Викторовна Владимир Владимирович, а вообще можно ли четко обозначить, кто в группе риска? Да, в группе риска, значит, как показывает статистика, я уже кратко остановлюсь и по лицам, совершившим преступление, и по жертвам. Если брать по лицам, совершившим преступление, то, как правило, это мужчины. Это мужчины в возрасте 30 до 50 лет. Чаще всего такие преступления совершаются в городах, в жилищах, то есть не в общественных местах, а в квартирах, либо домах, в ночное время, в состоянии алкогольного опьянения и неработающим. Такая же картина и в общем по таким преступлениям тяжким, и преступлениям в сфере семейно-бытовых отношений. Что касается жертв, то здесь, если, например, преступники, у нас порядка 70% это мужчины, то по жертвам преступления примерно 50 на 50, и мужчины, и женщины. Но, как правило, также это лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, это лица, неработающие. Это в основном неблагополучная семья, другими словами. Да, большинство преступлений у нас совершаются после совместного распития спиртных напитков, либо когда один из участников этого конфликта находится в состоянии алкогольного опьянения. Не менее сложная, зачастую более запутанная история, там, где с виду все благополучно. Да, семья, в которой есть хронический алкоголик, где есть неработающие члены семьи, это все понятно, тут, в общем-то, даже и у каких-то людей вовне этой семьи уже есть тревога. Но там, где люди работают, и там, где не слышно из-за стены пьяных криков, не выносится посуда с утра. Зачастую даже сложно представить. Да, а зачастую там злодейство готовится и совершается с не меньшей жестокостью, и даже иногда с большей изощренностью. Потому что здесь нет общей пьяной драки, здесь нет общего застолья, здесь все делается из-под тяжка, и насильник в такой семье всегда очень расчетлив, трезв и спокоен. Ну а прямо сейчас порция невыдуманных историй жителей региона, где затянувшиеся семейные конфликты, как понимаете, чаще всего на почве алкоголя, привели к кибели, убийству одного из членов семьи. Внимание на экран. Он меня едва раза и резал, ну, нашел. И убивал так, до такой степени, что я вообще подняться не могла. Он мне и голову разбивал. Все терпела, ну, бросала, все-то заживало, жена, родители. А в тот день, я не знаю, как это получилось. Просто он рядом был, он меня бил, и этот нож у меня в руках. Я даже не помню, я просто его толкнула. Я даже не поняла, что я сделала. Думала, сколько раз думала, сколько раз хотела все это, ну, все начать с чистого листа жить без него. Я бы сейчас, если вернусь в это время, бросила его бы, бросила бы все, ехала бы к родителям, начала бы жить с чистого листа. Надо бросать таких людей. Не надо терпеть. Глупая я была. Сейчас вот, кажется, все обдумала. Ну, поздно, поздно думать, когда уже все это совершилось. Нужно вызывать милицию, нужно писать на них заявление. Не надо терпеть. Я не думала даже, что я через столько лет попаду, если бы мне кто-то раньше сказал, что... Такие годы сюда попасть, это стыдно просто. Я сама виновата, она бы бросить, уйти, вот и не было бы ни причины, здесь не находилась бы. Виновата сама. Не может женщина так просто взять и ударить. Нет, такого не может быть. Не надо, не надо держаться за штанину этого мужика, который не может с вами жить. Либо разобраться, может быть, вы не можете с ним жить. Но в любом случае, в любом случае, вы виноваты. Либо мужчина виноват, то есть папа или мама. В любом случае страдают только дети, лучше никто. И если вы не можете им дать полную семью, где папа и с мамой живут в унисон, где у них действительно все хорошо, они показны, что мы сели покушать вместе или легли спать вместе. Но вы не живете общей жизнью. Есть и такие семьи. Такая семья тоже не нужна. Потому что дети это чувствуют. Они чувствуют все малейшее. Они это видят просто... Это просто даже необъяснимо. Ради них надо пойти на все. Если мы решили и хранить на этот сфер. В эфире «Гомель» это студия на «Пушкина-8». И мы продолжаем. Сложная, запутанная, невыдуманная история жительницы региона. Ваши короткие комментарии. Галина Владимировна. Вы знаете, посмотрев этот сюжет, невольно задаю сама себе вопрос. Ведь если бы эти женщины вовремя обратились в те службы, которые смогли бы им помочь, наверное, такой бы ситуации не сложилось ни у одной из этих женщин. Поскольку, видите, они сами признают, что поверните все обратно, и такой бы ситуации не сложилось. И здесь, конечно, нужна была работа с ними, тех же психологов. Просто людей, общество, наверное, тоже. Но и службы, конечно, должны были подключиться. Ну и в первую очередь их заинтересованность должна была быть. Это, наверное, самое главное. Именно потому такие истории произошли. Владимир Владимирович, ваши короткие комментарии. Хочу добавить, что в ряде случаев мы не можем предотвратить эту драму, это преступление, в связи с тем, что жертвы не обращаются в милицию. И несмотря на то, что мы проводим очень большую агитационную кампанию, много информации разъясняем по изменениям законодательства, которые у нас есть. Достаточно сейчас прогрессивное законодательство в Беларуси именно в плане борьбы с семейным насилием, в плане предупреждения бытовых преступлений. И ответственность достаточно серьезная. Да, и ответственность есть. Мы об этом немножко позже коснемся. Но, тем не менее, многие люди об этом не знают. Многие люди просто не интересуются. Многие по каким-то причинам стесняются обратиться в милицию. Здесь еще особенности воспитания, менталитета. Ну, стесняются сказать, что родственники скажут, что семья, соседи и так далее. По этим причинам. У каждого свой довод. Татьяна Викторовна, Евгения Семеновна, вы наверняка неоднократно задавались вопросом, почему же женщины годами терпят издевательство мужа-тирана? Я хочу немножко вернуться к примерам, которые продемонстрированы были в фильме. И как бы подвести итог вот сказанному коллегами. Это действительно вот эти примеры, вот такие примеры, они вызывают особую обеспокоенность, поскольку после наступления вот неотвратимых трагических последствий устанавливается о том, что этому предшествовали длительные семейные конфликты, сопровождающиеся причинением телесных повреждений, высказыванием угроз физической расправы, иными совершением правонарушений со стороны семейных дебоширов, так называемых. И женщины в большинстве своем, так же и мужчины могут быть тоже жертвами семейного насилия, они в силу определенных обстоятельств, страх, материальная зависимость, они боятся обращаться с заявлениями о привлечении к ответственности. А семейные скандалисты, чувствуя свою безнаказанность, продолжают совершать правонарушения, которые иногда приводят к совершению тяжких преступлений. Рано или поздно именно это произойдет, ведь каждая из женщин, которых мы слышали, в своем интервью говорит, мы пили, потом он у меня бил, потом снова пили и снова бил, и рано или поздно произошло необратимое. Конечно. Почему женщины терпят? Вы знаете, на самом деле, вот я смотрела три совершенно разные истории, три совершенно разные женщины. Их объединяет только одно, это те определенные психологические проблемы, статусы, в которых они живут годами, которые, в общем-то, и привели к этой трагедии. Потому что первое, которое говорило, мне нужно было уйти, то есть она всю жизнь бегала, она убегала от проблемы, она убегала даже от осознания того, что она стала хронической алкоголичкой, и рядом с ней человек, живший хронический алкоголик. Нет, надо было просто уйти к родителям, надо было сбежать куда-нибудь от этой ситуации. Вот я не очень соглашусь с прокурором, потому что ведь все-таки ваша результативность говорит о том, что общей тенденции прятать эти заячьи уши от правоохранительных органов нету. Ведь кто-то все-таки доходит, кто-то все-таки пишет. Но это весь малый процент. Да, но это малый процент. Мы работаем над тем, чтобы этот процент увеличивался. Процент увеличивался, совершенно верно. Наших интересов, чтобы люди приходили. И это самый эффективный был бы результат? Да, конечно. Вот первая беглянка, она скорее бы добежала, потому что ей нужно было куда-то бежать за помощью, за поддержкой. Она бы добежала, если бы она знала куда, если бы она была хорошо осведомлена об этом. Но вот последняя из этих трех женщин, она бы никогда не побежала. Потому что так как она красиво, почти демагогически, рассуждает о том, как нужна хорошая семья, вот точно так же, слово в слово, она объясняла себе, почему она все это терпит годами. И вот это, наверное, самая большая яма проблем, в которой сваливается семья, где есть насилие, где можно хорошо... Люди просто ищут оправдания. Просто объясняют себе то, что объяснять не надо. Даже не проще. А это форма жизни. Возвращаясь вот к вашему комментарию, ни в коем случае мы не говорим о том, чтобы люди умалчивали. Наоборот, они должны говорить. Должны говорить о своих проблемах. Есть не только органы внутренних дел, не только органы прокуратуры, куда могут обратиться. Также у нас есть территориальные центры социального обслуживания населения, где работают психологи. Куда женщина, мужчина, кто бы то ни был, жертва домашнего насилия, вправе обратиться и может обращаться, и должны обращаться за оказанием психологической помощи. Тем временем к разговору в студии готов подключиться эксперт программы председателя Гомельской областной организации Белорусского союза женщин Галина Пашет. Галина Михайловна, здравствуйте. Рад видеть в студии на Пушкина 8. Как по-вашему, что объединяет каждую из тех историй, которые только что видели на экране? Ну, это страшное горе, это беда, это грех, это преступление, и, наверное, это даже не истории, это трагедии. Трагедия отдельно взятого человека, отдельно взятой женщины, трагедия семьи, дети остались без родителей. Вы, как председатель областной федерации бокса, что бы посоветовали тем женщинам, которые годами терпят насилие в семье? И это не вопрос-провокация. Ну, я понимаю, что это почти шутка, но, наверное, в этой теме не до шуток. Ну, конечно, можно порекомендовать заниматься женским боксом, который включен в олимпийский вид спорта, но вообще, конечно, тема настолько многогранная, настолько многоплановая, понимаете, здесь не может быть каких-то конкретных рекомендаций вот делать то-то или то-то. Конечно, надо повышать и свою собственную самооценку, свою значимость. Быть смелее. Конечно, понимаете, да, тут, наверное, не ответишь ударом на удар физически. Тем более, что тема насилия, она не только физического, здесь и психологического, и, скажем так, экономического, и там зависимость, бывает, насилие в интернете. То есть, ну, очень все разнообразно. И тут конкретного рецепта трудно дать. Понятно, что универсального рецепта сложно придумать. А как насчет правовой грамотности? Она ведь еще никому не мешала. Может быть, именно потому, что она зачастую хромает, так много проблемных историй? Ну, здесь, наверное, и правовая грамотность, и информационная. Сразу идут рука об руку, потому что можно, скажем, принять хорошее законодательство, и о чем у нас сегодня уже говорилось в этой программе. Но если мы не доведем до тех женщин, и они не будут этим пользоваться, то все так и останется на своих местах, они так и будут терпеть. Но другое дело, когда мы доведем, а многие не захотят это слушать, это же касается кого угодно, только не меня, ведь и такие мысли присутствуют в обществе. Ну, конечно, в то время, когда мы обсуждаем эту тему, возможно, те, которым предназначен наш сегодняшний разговор, возможно, даже они и не посмотрят эту нашу передачу. То есть вот важно, как сделать так, чтобы это было больше информации у соседей, у знакомых, у родственников, у родителей, чтобы женщины вообще понимали, куда в этой ситуации, куда ей идти, куда ей бежать. Спасибо, Галина Михайловна. Ну, а мне подсказывают, что есть вопросы и мнения из зала. Предлагаю выслушать. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Александр, и у меня есть вопрос. Вот многие женщины терпят страдания дома, то есть и какое-то насилие. И с точки зрения религии, то есть есть, ну, говорят, что учат нас, то, что надо прощать. И вот у меня вопрос, что можно прощать, а что является ключом к тому, чтобы забить тревогу? До какой степени можно давать шанс на ошибку, Евгения Семеновна? Ни одного. Ни одного шанса. Конечно, потому что, если над более слабым членом семьи занесен кулак, если оскорбление дергает, затрагивает душу человека, его личность, то второй попытки этому насильнику давать ни в коем случае нельзя. По рукам, даже моральным образом, психологическим, надо дать сразу. Здравствуйте. Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, вот вопрос такой возник у меня. Когда женщина обращается в милицию на своего мужа, то детей автоматически ставят в социально опасное положение. Соответственно, если будет несколько таких заявлений, то детей могут отнять. Как быть в этой ситуации? Спасибо за вопрос. Татьяна Викторовна Владимировича. Могу по этому поводу пояснить. Отобрание детей, в принципе, признание детей, находящихся в социально опасном положении, регламентировано рядом законодательных актов, в первую очередь, декретом президента номер 18, известным 2006 года. Поэтому одного такого критерия, как вызов милицию, конечно же, недостаточно для того, чтобы семью признать, находящихся в социально опасном положении. Конечно, если в самом деле видно, что дети досмотрены, что матями занимаются и так далее, естественно, никто их ставить не будет. Вопрос идет о правовых взаимоотношениях между мужем и женой. Это немножко другая плоскость. Тем более, чтобы дойти до того, чтобы ребенок был отобран из семьи, это нужны крайние меры, где вообще никаких условий нет, где есть угроза жизни и здоровью ребенка в этой семье, и никакие родительские обязанности вообще родителями обоими не исполняются. У меня есть такой вопрос. Когда муж-алкоголик бьет жену, он не понимает, что он делает? Можно ли это считать как неосознанными его действиями? Все-таки, даже несмотря на то, что алкоголизм считается заболеванием и находится в рамке международной классификации болезней, все-таки это болезнь поведения, болезнь нравственная, болезнь этическая, и поэтому оправдания алкоголику тоже нет. Состояние совершения преступлений, правонарушения в состоянии алкогольного опьянения является тягчающим вино обстоятельством. И что касается преступлений, действительно, у нас большинство насильственных преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Достаточно давно уже выработаны формы и методы профилактики таких преступлений. Это направление в лечебно-трудовые профилактории лиц, страдающих алкоголизмом. Это ограничение в дееспособности лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и ставящих свои семьи в тяжелое материальное положение. Это правовая норма ограничения в дееспособности по заявлению лица, пострадавшего, в том числе пострадавшего и от домашнего насилия, для того, чтобы своего мужа, который проживает совместно, ведет совместное общее хозяйство, ограничить в получении материальных средств, чтобы у него было меньше денег для приобретения спиртных напитков. Вот с такими заявлениями лица, страдающие в том числе от домашнего насилия, вправе и должны обращаться. Как в органы внутренних дел, как в территориальные центры социального обслуживания населения, здравоохранения, образования. И в прокуратуру. Кстати говоря, как много сигналов в дежурная часть региона поступает ежедневно, ежемесячно, Владимир Владимирович? В среднем за сутки по Гомельской области поступает от 35 до 50 сообщений о фактах семейных скандалов либо семейного насилия в семьях. Это много или мало? На мой взгляд, достаточно много. Мы здесь не можем, на наш взгляд, мы не можем оценивать в данном случае по сообщению по привлеченным лицам много или мало. Эти правонарушения и преступления обладают большой латентностью. Если брать нашу позицию, чем их будет больше, тем лучше. Мы не боремся за статистику, чтобы их стало больше, меньше и так далее. Пусть люди обращаются, мы будем принимать меры, в этом наша основная функция. Кто чаще набирает 102 жертвы или же свидетели? Ну, говорю сейчас о соседях или прохожих. Если брать статистику в этом разрезе, в основном, конечно же, набирают, 102 набирают жертвы, и в основном это женщины. Они, как правило, более уязвимы, более, менее защищенные, ну, конечно, чаще становятся жертвами насилия, поэтому чаще обращаются в органы внутренних дел. И вот что интересно и проблемно в то же время до заявлений в милицию доходит процентов 20 от всех обращений. Да. Законодательством дано право лицам, пострадавшим от насилия и по административным правонарушениям, и по ряду уголовных преступлений. Значит, процесс уголовный либо административный начинается по требованию лица по его заявлению и в ряде случаев может быть прекращен. То есть, чаще всего, если говорим про женщин, те жалеют своих супругов. Очень часто, да. Очень часто бывает, что по приезду на ряда милиции уже скандалисты примиряются, у женщины уже, скажем так, доброе сердце, она уже смотрит, жалеет своего обидчика и в итоге отказывается написать заявление и прощает. А тут получает еще один шанс, а история повторяется снова и снова. Татьяна Викторовна, как понимаю, до суда доходит еще меньшее количество ситуации. Если процесс уже был начат, либо возбуждено уголовное дело было, да, оно в суде может быть прекращено, впоследствии оно может быть прекращено по заявлению лица в связи с примирением. Но существует норма законодательства, в соответствии с которой уголовное дело, административный процесс, который начат прокурором, даже без заявления, как уже говорилось выше, без требования потерпевшего, а это в тех случаях, когда из ситуации видна система. Это неоднократные вызовы сотрудников милиции, это неоднократно уже ранее лицо привлекалось к административной ответственности. В таких ситуациях на попятную уже пойти не удастся. В таких ситуациях прокурорам возбуждается уголовное дело, либо начинается административный процесс, либо когда пострадавшая, потерпевшая находится в какой-либо зависимости от виновного в совершении преступления, либо когда при этом присутствуют несовершеннолетние дети. Если процесс начат прокурором, либо уголовное дело возбуждено прокурором, оно впоследствии прекращению за примирением не подлежит. Действительно, не лишним будет рассказать о защитных предписаниях. С одной стороны, постепенно информации все больше, и все-таки картина показывает реальное, что не все еще знают, что это такое и как это работает. Владимир Владимирович. Что касается защитных предписаний, это достаточно новая форма в нашем законодательстве. При ее разработке законодатель учитывал, наверное, передовой, самый мировой опыт, в первую очередь европейский, в деле борьбы с домашним насилием. Если сказать кратко, то защитное предписание это требование лицу, совершившему правонарушение, то есть семейному скандалисту, насильнику о запрете совершения им определенных действий. То есть защитное предписание выносится лицу, который уже совершал семейное насилие, было привлечено к административной ответственности, либо в отношении него начинался уголовный процесс и был прекращен запримирением, и человек повторно совершает в отношении своей жертвы, в которой вместе проживают такие правонарушения. Защитное предписание, ну, суть его в том, что человеку запрещается выполняться определенное действие, например, он может быть даже по требованию органов внутренних дел выселен на какое-то время из своего жилища, и ему может установлен запрет даже пользоваться самым снажитым имуществом. И еще поговорим о вариантах спасения от тирана. Галина Владимировна, кто может просить убежище в кризисных комнатах, которые созданы в регионе, да и в Белоруссии в целом? Вы знаете, как правильно забители все мои коллеги, большинство это, конечно, женщины с детьми. И, как сказала Татьяна Викторовна, опять же, пожилые граждане, которые страдают от своих детей, злоупотребляющих спиртными напитками. Это основная категория. Но, опять же, процент очень мал, поскольку вот этот страх перед тем, что им придется вернуться обратно. То есть, вот этот страх, он присутствует. А плюс еще, если кто узнает, что я обращалась или обращался в кризисный центр, что скажут люди? Что скажут люди? И, конечно, осуждение, люди боятся больше всего. Еще у нас есть такая категория, как лица из числа детей-сирот. Это новая категория, которая тоже сегодня может как бы быть размещена в кризисной комнате на период до решения вопроса их, так скажем, жизнеустройства. То есть, ну, это жилье, как правило. И тогда, вы знаете, такой подход он более будет действенен, потому что тогда все службы активизируют все свои силы для того, чтобы, ну, как бы устроить этого человека. И такие примеры были у нас в этом году. И все-таки, чтобы было больше понятно, что собой представляют те самые кризисные комнаты, как они выглядят, где находятся, где их искать? Ну, скажем так, кризисные комнаты, вообще сама информация о расположении кризисных комнат, она, понятное дело, закрыта, дабы агрессор не мог найти ту самую жертву, которую он обидел. Куда обращаться жертве для того, чтобы найти комнату? Кризисные комнаты у нас открыты во всех районах нашей области. То есть, в большинстве случаев это наши территориальные центры социального обслуживания населения. Всего их 16. Остальные у нас на базе гостиниц, общежитий. Вся информация, которая, ну, не о кризисных комнатах расположения, еще расскажу, а о деятельности наших учреждений, она размещается и в сельских советах, и самое основное это в средствах массовой информации, и на сайтах горрайсполкомов, в том числе и у нас здесь на... В центрах соцзащиты, как понимаю, да? То есть, везде направляются и в органы внутренних дел, и в организации здравоохранения, то есть, образование для того, чтобы все организации могли знать, куда направить человека в случае, вот если случается такая ситуация. Значит, у нас при вызове милиции на семейный скандал, жертву семейного скандала в обязательном порядке сотрудник милиции разъясняет, куда обратиться именно по кризисной комнате с адресом, все информация полностью все дается. Кстати говоря, а вот часто мы слышим номера телефонов доверия. Доверие у населения к таким службам по-прежнему существует? Ну, вы знаете, наверное, как раз-таки к телефонам доверия у населения больше доверия, чем поселение кризисной комнаты, потому что, как правило, человек, когда его не видят, он более открыт. И, естественно, такие звонки поступают в наши центры. Наши центры открыты для диалога, работают психологи, как правильно сказала Татьяна Викторовна, которые своевременно могут оказать помощь человеку и направить его в случае необходимости в ту же самую кризисную комнату, чтобы он даже не обязательно в ночное время, ведь кризисные комнаты работают круглосуточно у нас, но человеку порой даже достаточно нескольких часов для того, чтобы прийти в себя и, наверное, как-то подумать о том, что как ему действовать дальше. Еще один гость готов подключиться к разговору прямо сейчас. Ваши аплодисменты председатель первичной организации города Гомеля общественного объединения Белорусская ассоциация молодых христианских женщин Елена Трубарова. Елена Викторовна, добрый день, рад видеть, подключайтесь к разговору, знаю проблемами насилия в семье, но Ваша организация занимается вот уже более десяти лет. В чем видите ту самую спасительную нить? Мы видим, конечно, спасительную нить в том, чтобы оградить жертву от насильника. И самой важной тут, самой действенной мерой, конечно же, является защитное предписание, о котором уже ранее говорили эксперты в студии. Понятное дело, что большинство женщин об этом мало чего знают, но вот когда обращаются в том числе и к вам и на горячие линии и на приемы психолога, обязательно разъясняется эту работу? Да, мы обязательно разъясняем эту работу. У нас в организации оказывает помощь психолог и юрист. Мы работаем в этом направлении, также профилактическую ведем деятельность. До программы рассказывали о том, что ведете в том числе психологическую и правовую работу, что тоже важно, вот за эти 10 лет обращаться женщины стали чаще или же нет? Вы знаете, что на мой взгляд это зависит от информационных компаний. Если проводятся масштабные информационные кампании, как вот, например, вот у меня с собой буклеты, есть компания, которая начала старт свой 2012 года, дом без насилия, и проходит несколько этапов, это кухня без насилия, это спальня без насилия, детское без насилие, и сейчас идет масштабная кампания, не молчи, конечно же, после таких информационных кампаний обращений становится больше. И если именно говорить про статистики, то в УФК Беларусь за 2017 год обратилось 87 пострадавших, их 66 человек обратилось впервые. Есть еще национальная горячая линия, которую администрирует партнерская организация, и там около 2000 звонков. Буквально коротко, как поменялись взгляды женщин на эту тему, на эту проблему? Можно ли сказать, что наши женщины со временем стали смелее? На наш взгляд они стали более информированы. Опять-таки я скажу, что именно после таких кампаний я считаю, что именно тут заслуга не только общественных организаций и государственных структур, что они стали обращать на это внимание, и что мы все вместе сообща поднимаем эту проблему. Потому что эта проблема скрыта, женщины в основном закомплексованы, они очень не хотят обращаться, чтобы и эту проблему знали окружающие. И я еще хочу сказать, что в принципе и для пострадавших, и для специалистов, которые проводят мероприятия, есть такой сайт останови насилие.org и можно выйти на него, там найти все контактные телефоны, куда можно обратиться, как пострадавшим, так и если вы проводите какие-то мероприятия профилактического характера, вы можете выйти на этот сайт и посмотреть там для себя нужную информацию. Двигаемся дальше. Насилие и дети это ведь тоже не менее сложная тема. каким бы ни был родитель, насильникам, тиранам, дети, думаю, будут терпеть, потому что это по-прежнему остается для них самыми родными и самыми близкими людьми. Да, конечно. Вот здесь звучал вопрос о прощении и если взрослые могут задуматься прощать или не прощать, то дети прощают всегда, потому что их любовь к взрослым своим, родным и близким, безусловно, она не критична и даже избивший вчера пьяный отец сегодня может восприниматься им как очень близкий родной человек. И для того, чтобы довести ребенка до границы отчаяния, должны пройти годы. И этот ребенок повзрослеет, наберется физических и психологических сил и тогда может произойти даже такая трагедия, которую мы видели на экране. То есть он становится уже не сыном, не дочерью, а мстителем. И мстит он потом жестоко и однозначно. Ну а прямо сейчас внимание на экран. Вот какие данные на днях публиковал детский фонд ООН ЮНИСЕФ в Беларуси. Попрошу вывести картинку на экран. Итак, статистика говорит о росте числа преступлений против детей. Значительная часть, кстати, преступлений сексуального характера. Татьяна Викторовна, Владимир Владимирович, как бы прокомментировали. Наше мнение, что не столько этих преступлений стало больше совершаться, сколько и стало больше выявляться. У нас каждым годом все больше развивается практика выявления таких преступлений. Они в самом деле очень скрытые, обладают большой латентностью. Двигаемся дальше. Следующий слайд. Каждый четвертый ребенок подвергается насилию дома, каждый третий в общественных местах и каждый второй в школе. И это тоже повод задуматься. Третий слайд, попрошу вывести его на экран. Половина родителей применяли насильственные меры дисциплинирования детей за последний месяц. Из них более 56% родителей в детстве подвергались физическому насилию со стороны своих родителей. Вот здесь действительно показательно, теперь все еще расстановится на свои места и понятно, откуда корни проблемы. Да, насилие в семье это опасное социальное явление. Но вместе такие трагедии мы можем предотвратить. И подводя итог, ссылаясь на действующее законодательство в нашей стране, я хотела бы еще раз обратить внимание на то, что если раньше о кризисных комнатах, о защитных предписаниях, о телефонах горячей линии не знали, не слышали, то хочется обратиться к гражданам и сказать о том, что сейчас это все есть и работает. кризисная комната, где может пострадавшая от домашнего насилия найти временный приют для того, чтобы определиться, что делать дальше. Защитное предписание. Это не значит, что вынесли защитное предписание, запретили семейному дебоширу совместно проживать и на этом все. Нет, ведь в этот период времени он продолжает находиться под пристальным вниманием сотрудников органов внутренних дел. Они проверяют, как он это выполняет. горячие линии, психологическая помощь. Это все очень много значит. Поэтому нельзя молчать, нужно обращаться, нужно говорить об этом. В таком вопросе, как борьба с домашними террористами, очень важен международный опыт. И наша республика активно это использует. Это и включение общественности в эти процессы, о чем мы сегодня слышали. И создание кризисных центров. Возможно, вот я знаю, что Евгения Семеновна очень детально изучала опыт других стран. Что еще можно взять на вооружение для всех? Потому что действительно настолько латентный характер имеют эти процессы. Это все происходит за закрытыми дверями. Вот как нам это выявить? Как нам противостоять активнее? Ну да, действительно, я видела замечательные центры в Германии. И это было самое начало 2000-х всего лишь. Но там уже была целая развитая сеть центров, комнат, кризисных убежищ, в которые могли люди, что называется, ночью в тапках выскочить. И добравшись до ближайшей аптеки дежурной или до ближайшего поста полиции, спросить куда, и человека сопровождали, человеку помогали. И это были не только центры, в которые могла спрятаться женщина, которую бьет муж, или пожилой человек, которого избивают пьющие дети. Туда мог добежать подросток, туда мог даже маленький ребенок, выскочив в пижамке, добраться до этого центра. Да, действительно, их адреса прятались и укрывались от общественного мнения, но специалисты знали. И короткие телефоны, которые можно было набрать и ничего не говорить в трубку, а специалист, который дежурил круглые сутки, понимая, что этот телефон набран, уже мог отправить определенную кризисную службу по адресу, потому что звонок отслеживался. Потому что иногда жертва насилия не успевает сказать, меня бьют. Ребенок, которого бьет пьяный отец, просто боится произнести это слово, потому что он боится, что этот тиран настигнет его сейчас. И вот этот опыт, он был замечательным. Ну, конечно, я понимаю, что это дорогостоящий опыт, это оборудование, это какие-то возможности, но самое главное, даже не это, а человеческие ресурсы. Вот спасибо вам за слово трагедия, вот когда мы смотрели этот фильм, в греческих трагедиях, вот в азах трагедий мировой культуры был греческий хор, то есть некие участники этого действия, которые высказывали оценки тому, что происходило. Убила медея детей, и хор говорил, медея мерзавка, медея злодейка. Так вот, наверное, таким греческим хором должны становиться все мы, абсолютно, без всякой разницы, есть у нас должность, нет у нас должности, кто мы по профессии, живем ли мы просто по соседству. Просто неравнодушие становится той великолепной, замечательной системой профилактики домашнего насилия, без которого нам не выжить. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку, встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok